Смотрите, мы случайно, это выступление, в общем, получилось. Я, возможно, кто-то даже знает, веду передачу такую на РБК, ТВ авторскую, по пятницам, где в таком ироничном ключе я там рассказываю про события недели. Это все выросло, ну, тоже получилось довольно случайно. Да, кстати, сейчас эта передача... Да, да, давайте еще. Я Андрею рассказал, что я записал две передачи, так как я знал, что меня здесь не будет, две программы записал. Одну на прошлую неделю, одну, которая должна была бы выйти сегодня. Но потом мне позвонили из РБК ТВ и сказали, что обе программы сняты с эфира, в категоричной форме, нельзя такое выпускать. Я, оказалось, был неправ, потому что я сам не подумал, и я нарушил законодательство о выборах. Дело в том, что я взял просто и, ну, так иронично, достаточно разобрал несколько предвыборных роликов. Потом даже что-то в Фейсбуке написал про это. Но, в общем, две программы сняты с эфира, там, значит, заключение юристов огромное, почему этого нельзя делать. Действительно, они абсолютно правы. Вот. И сейчас я просто постараюсь, ну, попробую воспроизвести, собственно, то, что я там хотел рассказать. Поэтому я не буду рассказывать и повествовать, и размышлять. А так как текст у меня уже был написан, я просто его возьму и буду как бы читать. Но у нас есть возможность там где-то, может быть, остановиться и чуть-чуть там на что-то посмотреть. Может быть, по ходу задать вопрос или что-то я буду прокомментировать. Поэтому технически немножко сложно, так как мне здесь надо включать ролик, тут читать, тут в микрофон попадать и так далее. Вот. Не воспринимайте это серьезно. Это развлекательная часть, особенно для тех, кто не был в Пурге. Понятно, что те, кто был в Пурге, у них впечатлений, наверное, и сейчас еще достаточно. Многие, возможно, до сих пор нетрезвы. Вот. Им вообще хорошо. Им, кстати, понравится больше, чем остальным, скорее всего. Что касается того, что зал и зрительный зал сейчас для меня лучше, чем был несколько минут назад, это неправда. Потому что тогда, я так прикинул опытным взором, девушек в зале где-то было процентов 95. Те, кто в Пургу не ходил, мужчины стали подтягиваться чуть позже. А, конечно, женская аудитория для меня гораздо приятнее и интереснее. Вы знаете, мне тоже, Петр Ильич. Поэтому, может быть, и ничего страшного. Так что, во-первых, спасибо, что пришли. Начну рассказывать. Да, и вот еще самое интересное, что после того, как эти две программы сняли с эфира, там, если вы знаете, на РБК-ТВ поменялось руководство. Мне сообщили, что пока мое супершоу, оно временно приостановлено, они там делают новую сетку. Поэтому, возможно, это такой исторический для меня момент, возможно, это последнее в истории выпуск вот этой моей передачи, но как бы такой живой. Не, мы напишем коллективное письмо протеста. Не, ну это тоже, там есть плюсы и минусы в этом всем. Что, что? Да нет. Коллеги, я вынужден следить за порядком. Денис, даже вам вот реплики из зала, давайте все-таки позволим Петру Алексеевичу спокойно презентовать свой кейс. А дальше уже... Еще вот такой момент. Мне тут надо... Давайте я просто попробую, вообще, я не очень пробовал. Начнем вот с этого. Как-то мне надо, чтобы оно попадало сюда экран, и я могу, о, нажимать паузу. Вот начнем мы с этого, господина. Я построил так, что мы идем от серьезного к менее серьезному. Вообще-то все очень несерьезно и не претендует на профессиональный причине граждане сегодня беднеют. До сих пор наши... Как я сказал, первая передача была запланирована на 2 сентября, то есть это сразу после начала учебного года, и, собственно, начиналась она так, что на этой неделе кончилось лето, наконец дети пошли в школу, многие еще ничего не подозревающие впервые. Взрослые вернулись из отпусков и увидели на экранах своих телевизоров, ну, довольно такую странную вещь. На государственных каналах показывали, ну, что-то удивительное. Оказывается, в стране все изменилось. Экономика в глубоком кризисе, страшная коррупция, беспредел творится во всех значимых сферах жизни. Правда, некоторые надежды все-таки присутствуют. Есть такие вот группы пожилых мужчин или мужчин среднего возраста, которые ситуацию готовы исправить. Конечно, пугаться не надо. Дело в том, что у нас выборы в Государственную Думу, и в определенные промежутки времени показывают вот так называемые ролики. Ролики все, ну, большинство из них, 80%, надо сказать, построены по очень простому принципу. Сначала рассказать, как в стране все плохо, там, не знаю, коррупция, плохие дороги там и так далее, но есть человек, который, значит, это все исправит. И голосуйте за него, номер в списке такой-то. Кстати, довольно забавно, что людей, в общем, держат за дебилов и все время рассказывают, чтобы они не забыли обязательно номер в списке, потому что понятно, что, может быть, так оно и есть, им, конечно, виднее, но все это обязательно запомните, мы номер один, или мы номер три, или номер двенадцать, и так далее. Есть, конечно, за этим определенная серьезная вещь, но мой рассказ не о серьезном. Мы посмотрим сейчас несколько роликов и начнем, наверное, с самого такого интересного с точки зрения профессиональной. Это ролик, как вы видите уже, партии Парнас, это лидер партии, бывший премьер-министр, ныне оппозиционер, Михаил Михайлович Касьянов. У него в роликах партии Парнас присутствует, наверное, то, что нужно обязательно делать в нашей с вами работе. Совершенно четкая сегментация. В других роликах она тоже есть, но здесь она просто очевидна. Возможно, многие из вас не знают, вот этот вот ролик, это ролик, который идет по телевидению, идет по телеканалу «Россия». Сейчас я чуть-чуть его включу, прям на пару секунд. Я Михаил Касьянов. Нынешняя власть завела Россию в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. Именно по этой причине граждане сегодня беднеют. До сих пор в нашей стране не было политической партии, которая бы имела и опыт, и волю к проведению необходимых стране преобразований. Сегодня такая партия есть. Дай России. Ну понятно. То есть в чем сегментация? Возможно, все из вас, возможно, я не буду показывать, но наверняка вот мы больше пользуемся YouTube и интернетом, и каждый раз, когда ты включаешь YouTube, там, опять же, выходит Касьянов и в хорошем качестве уже. Он говорит, что при мне такого не было, когда я был премьер-министром. В чем тут секрет? Естественно, по телевидению, вы видите, ролик сделан намеренно в таком плохом качестве. То есть они показывают, что у нашей партии денег-то немного. Касьянов, что на фоне всех скандалов с его дачами и прочими квартирами, что педалируют другие партии, конечно, очень важно. Электорату, который, ну, скажем, не сильно доверяет ему, но смотрит телевизор, а размещаться-то все равно надо. Конечно, рассказывать о том, что он бывший премьер-министр, и при нем такого не было, ну, в общем, как-то не очень правильно, потому что действительно те, кто смотрит телевизор, это в основном, ну, очевидно, и с точки зрения тех, кто делал этот ролик, и с точки зрения действительно здравого смысла, это люди старшего поколения, они прекрасно помнят, как было при Михаиле Михайловиче Касьянове, никаких чудес там не было, и, в общем, ничего такого интересного не происходило. Поэтому, вы видите, для телеэкрана специально сделан ролик в таком низком качестве, где он не говорит, что он премьер-министр, что при мне такого не было и так далее. Для молодого поколения, которое, конечно, не помнит, 2000-2004 год, когда Касьянов работал премьер-министром, в интернете идет дорогой, хороший, качественный ролик, он говорит, что при мне такого не было, при мне все было хорошо, там есть очень интересные вещи, не буду его показывать, потому что большинство его видели, и у меня его, честно говоря, даже тут и нету, но там он рассказывает довольно такие интересные вещи, что люди, ну, там, например, при мне такого не было, значит, цена на нефть была 25 долларов, все было хорошо, мы, значит, подняли экономику. Дальше идет интересная очень фраза, которая меня лично зацепила, потому что я помню те времена. Он говорит, многие из вас не помнят и, может быть, поверят, ему говорит, что люди тогда, это голос, вернее, за кадром говорит, люди стали покупать стиральные машины и ездить отдыхать. Почему у партии Парнас такая вот концентрация именно на стиральных машинах, я не знаю, но дальше следующая фраза, но потом к власти пришли вот эти те, кто сейчас, и все, это закончилось. То есть закончились, видимо, стиральные машины, люди перестали ездить отдыхать. Вот такая вот история, не знаю, может быть, что-то личное, может быть, стиральная машина как-то связана с намеком на какой-то отмыв денег и так далее, но вот такой странный пассаж там звучит. Ну, и я уже не буду говорить, что в 2004 году там много чего происходило, в том числе и крупное хищение кредитных средств МВФ на миллиарды долларов, в которых лично гражданин Касьянов был замешан, ну и так далее. Поэтому здесь налицо вот в этом сюжете явная такая сегментация. Сюда мы показываем, ну, я бы так вот в плохом качестве ровненько и особо не педалирую тему бывшего премьерства, а здесь мы рассказываем о том, что раньше все было хорошо, сейчас все плохо. Но вообще в геополитическом смысле, конечно, да и вообще, по большому счету, масштабнее всех мыслит самая такая маленькая партия, которая участвует в выборах, которая явно ничего там вообще не наберет, это партия коммунистов России. И есть у меня такой бесстрашный лидер по имени Максим Сурайкин. Он, значит, у него компания построена, может быть, кто-то видел, может быть, нет, потому что, наверное, вы не целевая аудитория, но они готовят 10 сталинских ударов по капитализму. И это, наверное, самый бюджетный ролик всей предвыборной кампании. Начинается он, что, значит, от 10 сталинских ударов по капитализму, сообщает такой загробный голос, значит, такого вот призрака коммунизма. А после этого перечисляются эти 10 сталинских ударов, и для того, чтобы было понятнее, что это нормальные удары такие, там вот из индийского кино вот эти звуки сейчас я вам включу, посмотрите. Как еще раз вот эти звуки очень хорошо у вас получилось? Нельзя закрывать программу лидов на РБК, нельзя. Подождите, сейчас мне замкну какую-то нажать, чтобы это закрыть, это открыть. Вам помочь? Нет, не надо. Итак, Максим Сурайкин, 10 сталинских ударов. Компартия «Коммунисты России» готовит 10 сталинских ударов по капитализму. Национализируем предприятия базовых отраслей экономики. Вернем смертную казнь за особо опасные преступления и крупные хищения. Вернем Советский кодекс законов о труде. Введем запрет на повышение пенсионного возраста. Ограничим плату за услуги ЖКХ. Я пока прерву сейчас торжество коммунизма. Секунду. Но мы сейчас досмотрим обязательно, потому что это очень важно. Важно сказать, что здесь содержание, как вы видите, не отстает от формы. Здесь все очень вообще серьезно. В случае реализации хотя бы половины пунктов, это у страны с экономической точки зрения ждет немедленный коллапс после национализации всего. А мир, скорее всего, мировая война, потому что вы видите последний пункт в программе, это восстановить СССР в прежних границах. Но интересно, что товарищ Сурайкин, он на этом не останавливается. У него минимальная зарплата, там повышение у него очень много. Всех детей он там отправит сейчас через пару ударов бесплатно в пионерские лагеря. Но самое важное, что здесь это концовка. В концовке вы увидите, что вот, наверное, важная такая творческая вещь, которая во многих, кстати, роликах присутствует, это работа над имиджем лидера. То есть надо же как-то показывать. Ну вот, как 10 сталинских ударов и Максим Сурайкин. Ну, что это? Поэтому, поэтому режиссер или кто-то там автор или гений-пиарщик вводят новое красивое имя для Максима Сурайкина, чтобы его, значит, могли опознавать по-другому. Сейчас вы увидите, с чем это все кончится. Десятью процентами совокупного дохода семьи. Установим минимальную заработную плату в стране в размере 70 тысяч рублей и среднюю трудовую пенсию в размере 40 тысяч рублей. Вернем бесплатный и массовый летний отдых детям трудящихся. Отменим медицинскую реформу. Восстановим союзное государство в границах СССР. Положим конец вмешательству религиозных институтов в жизнь общества. Максим Сурайкин, товарищ Максим, лидер российских коммунистов. Другие только обещают. Мы боремся. В общем, наследник Сталина, пожалуйста. Товарищ Максим. Мне кажется, пункты-то хорошие все. Но как бы не хотелось, но что ж тут. Ладно. Еще один замечательный. Ну, вообще много роликов есть, конечно, и в регионах вообще фантастические. Но принцип всегда один. Поэтому я старался выбрать те, в которых присутствует такой глубокий художественный какой-то замысел, а не просто что вот значит все плохо, а мы вам все исправим. Следующий ролик. Он вообще, наверное, самый такой философский, вдумчивый и глубокий. И это ролик партии уже настоящих коммунистов, а не господин Сурайкин. Это ролик КПРФ. Значит, что там происходит? Мы сначала, я даже не знаю, кто показывать или рассказывать. Дайте я расскажу, коротко вам покажу, потом опять расскажу. Ролик снят так... У вас и так хорошо, и так хорошо. Да? Да. Вот. Спасибо большое. Еще я к микрофону успеваю. Значит, что происходит в ролике? Кто не видел, я сейчас расскажу, чтобы вы могли представить, а потом сопоставите. Пустой класс в школе. Ученики по какой-то причине, видимо, должны были срочно его покинуть. То есть там учеников нет, пустой класс, лежат тетрадки, ручки, на столах все лежит. На то, что срочно покинуть, а это не перемена. Указывает то, что в самом начале ролика звучит звонок. То есть они ушли, значит, до звонка. Да? Ну, логично. То есть это может быть, как в фильмах ужасов что-то случилось, там кто-то в окно улетел. Или может быть, какое-то учение по гражданской обороне, там, или тревога, или что-то там произошло. Ответ на то, что заставило детей покинуть класс, он там где-то к середине ролика сейчас появится. Поэтому давайте я включу, и вы сразу увидите, почему дети класс покинуты. Я верю, что все люди могут стать добрыми и счастливыми. Очень хочу, чтобы завод папы заработал. Пусть у меня, братика, папа и мама, будет своя квартира. На земле никогда не будет больше войны. Мечтаю, чтобы у нашей семьи хватило денег вылечить мою сестренку. Это мечты наших детей. Они должны стать реальностью. Пора действовать. Мы правы. Мы сможем. КПРС. Ну, здесь, конечно, я ошибся и не тот ролик скачал. Но слышно. Голос человека, из-за которого ушли дети, видно. В оригинальной, такой длинной версии ролика, там у школьной доски, бесцеремонно взяв одну из тетрадок со стола, значит, стоит Геннадий Андреевич Зуганов. И, значит, понятно, почему ушли школьники из класса. То есть, видимо, он как-то вошел туда и всех распугал. Причем учительница тоже ушла. Она явно помнит еще те советские времена и понимает, чем вообще все это грозит. Когда человек калибра Геннадий Андреевич, первый секретарь коммунистической партии, заходит в класс, лучше, так сказать, от греха подальше. Глубоко. Интересно, что здесь есть место и компьютерные графики. Вы видели, непонятно зачем, перелетающий такой рисунок с места на место. То есть, кто-то там еще и рисовал, а не писал сочинения. Да, еще что важно. Дети успели написать всего по 2-3 предложения в своих сочинениях. Заметили, да? То есть, они написали, я там вот. И сразу про социальные проблемы. То есть, видно, что, значит, школа небогатая, хотя класс хороший. Эвакуировали их примерно через 15 минут после начала урока. Геннадий Андреевич пришел, но зато школьникам теперь понятно, куда пропадают ластики и ручки во время перемен. Вот это все КПРФ так действует. Да, еще интересно, с технической точки зрения, не знаю, обратили вы внимание или нет, там с двух сторон в классе есть два стенда. Один называется «Отстоим Москву», а другой называется что-то типа «Марш победителей». Как называлось это, когда все шли с портретами? «Бессмертный полк», да. Один назывался «Бессмертный полк», другой называется так. Я думаю, что это тоже компьютерная графика, там вы видели «Битву за Москву». Возможно, для регионов там вставляют что-нибудь региональное. Вполне возможно. Это, в общем, хороший технический ход. Вот. Ну, жалко, что мы не посмотрели на Геннадия Андреевича, но, в общем, не страшно. Потому что следующий ролик – это вообще супершедевр. Это произведение искусства действительно высокого рода. Оно, наверное, может быть показано как просто отдельный художественный фильм на фестивалях, причем, возможно, даже на фестивалях альтернативного кино. Как любой настоящий шедевр, этот ролик вообще не прост для восприятия. Он понятен далеко не каждому. Его лучше смотреть несколько раз. Он даже загадочен во многом. Ну и как собственная партия, которую он представляет, потому что ее тоже мало кто знает. Называется она «Гражданская платформа». Значит, там история такая. Давайте я включу. Там дело происходит на ипподроме. Очень заинтриговали. Да. Значит, здесь мужчина с прищуренным взглядом. Заметьте, он не пьет алкоголь. Он стоит в чашке. Может быть, это кофе или чай. Да. Остальные вокруг. То есть, видите, там разносят бизнесмены. Ну, в представлении авторов ролика вот это вот бизнесмены там вот в темных очках. Они на ипподроме, естественно. Где еще бизнесменам выпить культурно? Ну, и они там вот собрали сейчас эти бизнесмены и выпивают с утра. И на ипподроме обсуждают ситуацию в стране. В России всегда коррупция. Кризис, кризис. В мире так не делают. Нет, с вами не справимся. Всправься. Тут вот интересный момент. Значит, девушка в короткой белой юбке. Меня заинтересовало, что у нее на ногах. Не идет ли она босиком. Я посмотрел специально еще. Почему ролик интересный? Потому что много деталей, и они очень важны все. Нет, девушка в белых туфлях на платформе. Она, значит, идет с конем. Ну, случайно прогуливается мимо выпивающих бизнесменов. И вот этот человек, который еще не выпил, ему все это, значит, слушать надоело. И он совершает, собственно, подводит вот этот ролик к своей кульминации. После того, вот я уже много раз ролик посмотрел, и мне после того, как вот это вот говорят в седле лидер партии, он говорит таким голосом, это диктор по стадиону явно объявляет бизнесмену сразу, нифига себе. Вот это да. Это он дает ответы на все их тревоги сейчас. Мне, извините, что девушки, сейчас я попробую как-то сформулировать, мужчины поймут, в седле лидер, то есть мужчины сразу вот в седле лидер партии, дальше запятая, сейчас я скажу прилично, а мужчины, додумайте, как это в нормальном кругу мы говорим, в седле лидер партии гражданская платформа, а не кто-нибудь, там собака фигурирует, вот, для мужчин. Хорошо, значит. Не надо бояться, нужно управлять. И мы возьмем любые барьеры. Голосуйте за партию гражданская платформа. Много вопросов возникает. Это сейчас я расскажу. Тут очень много таинственного. Во-первых, ну и в обсуждении люди задавали вопросы, что это такое. Значит, девушка одна поставила под сам, задала вопрос, а почему конь? Не лошадь ли это? Я проверил. Конь. Можете не пересматривать на этот предмет. Это конь. Но самое таинственное в этом ролике, это не конь. И даже не вот эта девушка в белом, которая, наверное, кем-то кому-то там приходится и почему она там вообще ходит. Вообще, честно говоря, какое отношение имеет умение сидеть в седле к работе в Государственной Думе и умению какие-то законы принимать. Тоже большой вопрос. Но самое загадочное для меня лично было, это почему лидера партии называют не по имени и фамилии, не в седле Геннадий Андреевич Зюганов, лидер партии такой-то, а просто лидер партии гражданская платформа. И здесь, например, одного ответа у меня нет, я перечислю несколько версий, которые есть. Значит, настоящее имя, кто не знает этого человека, его зовут Рифат Шейхуддинов. И, скорее всего, тут у нас есть сейчас заслуженные политтехнологи в зале появились, может быть, они ответят нам. Но, скорее всего, мысль политтехнологов могла развиваться в следующих направлениях. Значит, первое. Во-первых, может быть, имя вождя Рифат Шейхуддинов просто трудно запомнить. Ну, действительно, вот смысл. Давайте просто уже лидер, конь, все зовут этот мужик на коне, и нормально. Другой, может быть, вариант, что исследования какие-то показали, что электорат неохотно голосует за людей с татарскими именами. Ну, потому что большинство думает, что мы будем за этого татарина голосовать. Давайте мы на всякий случай уже Зюганова. Конечно, мусульманины. Мусульманины, вообще Рифат Шейхуддинов и так далее. Но вообще, возможно, что по данным исследований, изображение татарина в седле у граждан России вызывает какие-то неправильные исторические ассоциации. А это уже гораздо серьезнее. На что они тут намекают? А коня, видимо, нельзя было убрать из ролика, потому что без него, естественно, вся концепция рушится. То есть на кого ему, собственно, прыгать тогда? Не на ослика же, правильно же, в конце концов. Тут барьер. Ну, и, очевидно, какие-то друзья на ипподроме были, может быть, бесплатно там место дали. И конь, может быть, свой, любимый. И девушка. Поэтому есть варианты. И еще уже моя самая такая догадка была, ну, типа шутка такая, что, скорее всего, внутри партии гражданская платформа настолько сильно уважение к вождю, что его имя просто нельзя произносить в суе. Но в комментариях, один человек, я про это в Фейсбуке написал, в комментариях один человек даст такую довольно суровую, жестокую, может быть, правда, жизни догадку, что фамилия Шайхуддинов, она станет поводом для насмешек. Потому что ее будут коверкать, выдирать там средний слог и так далее. Поэтому тоже решили не произносить. Но вообще ролик очень хороший, он функциональный. Его вот чуть-чуть переозвучить, и можно использовать для рекламы, например, конного завода. Ну, или даже для частного объявления про Адам Коня, например. Вот. Это, на мой взгляд, главный шедевр. Но вообще понятно, что шедевров гораздо больше, и они находятся в регионах в основном. Поэтому последний ролик я комментировать не буду. Я знаю, что в зале есть люди, кто имел отношение к его производству. Это дань, мне кажется, Питерскому, Петербургу, городу, как мы знаем, интеллигентному, городу, в котором живут культурные, воспитанные люди, в отличие от нас. Электорат, собственно, такой же. Поэтому вот этот вот ролик, который был обнаружен одним из моих коллег в микрорайоне Колпино, шел он там по Калбикаме. Колпино не микрорайон, Колпино это город. Город, извините. Да. Прошу прощения. Я, извините, тут аборигены сидят, поэтому мы следим. Возможно, город Колпино не относится к нашему общему представлению о петербургцах, и даже, может быть, выпадает из него. Но судить можно вот по ролику. Сейчас я его включу. Колпино это Ленинградская область. Так, кто же? Ребята, там еще важно, что девушка идет в свою группу и волосы, которая вместе расправит. Представляете, народ выпивает, да, вот это на стадионе, что-то разговаривают, и вдруг, то есть это флешмоб какой-то, и вдруг «Вседалее, лидер партии гражданская…» «Гражданская…» Господи, боже мой, а этот, значит, а этот с чашкой стоял, сдал момента. Сейчас, 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 сейчас все сделаем. Они так раз, он проскакал, подошел, сказал, они, наверное, так подумали, ну, и дальше. Между прочим, кстати, мы смеемся, но ведь он, во-первых, он снят профессионально. Вы обратили внимание, на что я обратил внимание? Титры «Рекун Синема» это очень известная, классная продакшн-студия. То есть это не какие-то люди, которые, извините, это мне непонятно, куда взять, это дорого. То есть, ну, слава Богу, значит, действительно работал серьезный творческий коллектив, и он думал над тем, как сделать правильно, Татар Алексеевич. При этом, нет, я же не вижу, что это неправильно, я говорю, что это забавно. А работает он или нет, это, кстати, большой вопрос, потому что вчера мы сидели тоже в кругу, там, друзей ужинали с Игорем Писарским, и Игорь как раз сказал, что же за идиотский ролик, сняли, а молодой человек, который сидел напротив, говорит, вот мужик в коне клевый, остальное все муть какая-то. Не в коне, на коне. Поэтому, с точки зрения их эффективности, никаких вопросов, но с точки зрения содержания, конечно, Асурайкин, это же товарищ Максим. Хорошо. Живешь в Купчино или в Колбино? В Колбино или в Купчино? А Купчино. 18 сентября приходи на выборы. Я твой кандидат Алексашин Анатолий. Будущее зависит от тебя, а вместе мы сильнее. У меня, собственно, все. Нет, но я могу сказать, что Купчино, это Бирилева, Южная Бутова, вот это вам... Юля у нас живет в Южном Бутово как раз. Да. Вопросы какие-нибудь или пожелания ко мне есть? Коллеги, микрофон. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Секундочку. Секунду, пожалуйста. Это тут скорее прокомментируется. Так, микрофон. Микрофон. Петр, у меня вот можно серьезный вопрос просто для ваших роликов? Вот скажите, как вы считаете, что в этой ситуации делать? Ведь вы понимаете, сейчас выбираю Думу на ближайшие еще несколько лет, и поработав... Ребята, прекратите, пожалуйста, эти выкрики издал. Ну, правда. Поработав 21 день пресс-секретарем Воробьева, я посмотрела, что такое вообще работать в Думе. И понятно, что 21 день это было не потому, что мне там... То есть я поняла, что это просто разрыв мировоззрения лет на 10 в Думе с современным, ну вот, скажем, с креативным классом, но как с активными людьми. И вот сейчас, когда опять происходят выборы, вот это выглядит как фан, но ведь эти люди потом будут законы, понимаете, делать, ну, как сказать, готовить законы. Вопрос. Вопрос. Какой должен быть ролик, как он должен появиться вообще, чтобы все-таки появилась какая-то другая альтернатива, кроме Зюганова, «Справедливая Россия», Желиновского и «Единой России», которая уже никому не интересна. Потому что гражданская платформа, как эксперимент, который был два года назад, показал, что это тоже было, не подходило людям, оно очень мало набрало процентов, это было сразу за, ну, так сказать, обозначено как элитарная партия, то есть это тоже был не вариант. Какая должна быть партия и какой должен быть ролик? Ну, я могу ответить только как человек, потому что я не политик. На мой взгляд, и парламент, и ролики, и все, что с этим связано, они являются отражением нашей жизни и, собственно, чаяния электората. Вот у нас такая страна, такой народ, хорошо это или плохо, не знаю, нормально. Ничего страшного в этом нет, на мой взгляд. Смеяться над всем можно, и над этим, и нужно. И это, наверное, то, что я пытаюсь делать. Вот. А есть у нас, ну, есть, кстати, вот ролики у «Яблока», они вполне себе такие вот нормальные. У «Яблока» мнение всего эффективно, как партия. Нет, понятно, но они как раз там заключают свои ключевые все посылы, касающиеся того, что главное, чтобы люди пришли там и так далее, потому что молодежь не ходит, все такое. Поэтому короткий ответ. Ну, вот какой электорат, такие ролики, собственно, такие партии, так оно все есть. То есть ничего не происходит, потому что нас же не завоевал кто-то и не навязывает вот это все. Оно вот у нас так. Будет меняться хорошо, не будет плохо. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Ролики делаются по ЦА, да? Есть своя целевая аудитория у коммунистов, есть своя целевая аудитория у «Яблока». Весь вопрос в чем? На ваш взгляд, удастся ли когда-нибудь коммунистам перевести на язык подходящий для 18-летних, для 20-летних свои посылы таким образом, чтобы заставить электора прийти и отдать голос именно за них. На данный момент КПРФ производит очень красивый, на мой взгляд, продукт, ну вот их ролики, касаемые детей, да, вот эта вот история, но она больше подходит для аудитории 40+, они откликнутся. А что нужно сделать для молодежи? Ну, смотрите, насколько я понимаю, опять же, я не специалист... Вопрос, как будто активный агитатор. Да, здесь есть люди, наверное, лучше меня разбирающиеся в политтехнологиях, но я могу сказать, что, во-первых, у коммунистов наверняка есть явная проблема с тем, что у них очень возрастная аудитория, скорее всего, именно поэтому они тут ведут речь про мечты детей, что мы, вот эта партия будущего, пытаются это сделать. Опять же, мое частное мнение, левые идеи вполне себе могут овладеть умами молодых масс, но при наличии определенной политической или социальной ситуации. И это не зависит от роликов, а это зависит от, скажем, социальных проблем, обострившихся, например. Я бы не сказал. Разбирать ролики и зеваться над рекламными роликами это низкий жанр. Ты прекрасно знаешь, что нельзя в роликах использовать лиц младшего 16 лет, поэтому у Зюгано нет детей в зале. Не потому, что дети убежали, как ты ржешь, а потому, что нельзя детей в роликах использовать, ну просто по закону. Понимаешь, вот у меня есть любимый ролик, когда Мегафон 4G выводил в Москву, знаете, какой там ролик был? Там молодые люди запрыгивали в кабриолет Мустанг с макбуком и ехали по городу, в котором стоят такие дома двухэтажные, таунхаусы. Ну это же Владимир, Воронеж, правда же? Мы можем любой ролик вот так вот раскатать и поржать. Это низкий жанр, Петр. Издеваться над роликами это мелко и недостойно для себя интеллектуала. Все, что я вам сказать, спасибо. Денис человек своеобразный, ему, конечно, важно там как-то высказаться ярко и так, чтобы его запомнили и увидели. Вот. Но, на мой взгляд, здесь вопрос не в издевательстве и не вопрос не в том, что достойно это или недостойно. На мой взгляд, это юмор, хороший или плохой. Вот. И мне кажется, что за редкими исключениями в жизни нет вещей, над которыми нельзя смеяться. Причем, если это делать спокойно, по-доброму и без надрывов, истерики и потеющего лба, вот, и брызгания слюной, то, в общем, по-моему, вполне все нормально и интеллигентно.